Около 20 рабочих и несколько единиц техники задействовано в строительстве детского сада. Сейчас бригада занимается монолитными работами. Начали возведение в конце прошлого года уже есть бетонный каркас. 10-12 декабря начали планировку, отводить земельные участки и так далее. По соответствии, процессы прошли и начали рыть котлован. И вот в течение месяца с лишним чуть-чуть запасом, вот в таком состоянии мы подошли. Вот сейчас. Залили первый этаж, второй этаж. Все железобетонные конструкции готовы, уже все завершены. У нас остаются кладочные работы, наружная кладка наружных всех стен и отделка. Ну, канализация там и так далее, все виды работы. Всего здание будет рассчитано на 7 групп, начиная с ясельных и до нулевого класса. В каждой группе будут свои раздевалки, спальни, игровые зоны, санузел и столовая. А на благоустроенной территории планируют установить порядка 10 спортивных и игровых площадок. К их возведению строители планируют приступить через несколько месяцев. Вот эта та сторона отсека, вот тут по той оси, ось Д, полностью та сторона, полностью под игровые площадки идут. Там много игровых площадок, неоднократно. На прилегающей территории установят трансформатор и дизельный генератор на случай перебоя в электроснабжении. А чтобы зимой дети находились в тепле, планируют установить блочно-модульную котельную. Сейчас же часть строителей занята возведением резервуара для технической воды. Очистные сооружения, вот здесь вот резервуар на 200 кубов воды, вот в случае пожара. А оттуда канализация выходит, попадает вот в этот район. Здесь будут, перед резервуаром стоят очистные сооружения, обезжиривание, канализационная вода очищается полностью и попадает в резервуар. Этот резервуар предназначен для течения пожара, в случае пожара, запас воды на 200 кубов. Такого сооружения не было нигде, потому что если очистные сооружения, назрание там канализации действует, то в Троицком у нас очистных сооружений нету, поэтому вот здесь проекты заложили очистные сооружения. Это уже большое общество, понимаете? Я даже удивился, увидел, когда проекты очистных сооружений. Особое внимание застройщики уделяют вопросу безопасности. Кроме камер видеонаблюдения, здесь планируют по максимуму избежать острых углов в помещениях. Мебель будет овальной формы, высокие перила на лестницах и решетки на отопительных радиаторах. За реализацией проекта следит технадзор. Новый детский сад на 140 мест строится по государственной программе развития образования. В рамках этой же программы в селе возводится еще одно дошкольное учреждение на 80 мест. А в прошлом году по национальному проекту «Демография» был сдан детсад на 220 дошколят. В сельском поселении Троицка на данный момент дефицит составляет порядка 220 мест. Это дети, которые нуждаются именно в зачислении в детский сад. С учетом того, что мы уже в декабре ввели один детский сад на 220 мест, и вот после завершения строительства вот этих двух детских учреждений на 80 и на 140 мест, я думаю, что мы полностью уже восполним дефицит посадочных мест на территории сельского поселения Троицка. По проекту детский сад должен быть сдан в конце 2023 года, но подрядчик надеется уложиться раньше срока. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Мухаммед Белакиев. Новости 24.